Всем привет! В эфире программа «Я никого не ем» И сегодня, уважаемые друзья, вас ждет встреча с одним очень интересным и удивительным человеком Одна из наших последних встреч с Леной состоялась, когда она возвращалась с университета Она там обучалась уже давненько с несостоявшегося экзамена Потому что, когда она зашла в помещение университета, то там висело очень большое объявление Что экзамен по научному коммунизму переносится на другое число в связи с тем, что вся страна празднует Пасху Вот такие противоречия бывают в нашей жизни И это я все говорю к тому, что мы тоже вступаем в противоречия, когда едим мясо и при этом хотим быть счастливыми Потому что наши действия должны быть источниками счастья и не причинять вреда и беспокойства для других живых существ Итак, сегодня мы приступим к приготовлению одного очень изысканного и вкусного десерта Лен, что мы будем готовить? Мы сегодня будем готовить как раз вот запеченную грушу Вот такие у нас красивые экземпляры сегодня Значит, запеченная груша с бананом Нам для начала нужно будет поделить груши пополам Вынуть косточку и сделать небольшую емкость ложкой, чтобы у нас было куда накладывать банан Еще нам для начинки и соуса понадобится кунжутное семя, сухое молоко, сливки жиденькие и сметанка Ну и поскольку у нас в гостях, я сегодня говорила, удивительный человек Лена, она занимается развитием творческих способностей И вообще каких-либо способностей у детей маленького возраста Начиная от 8 месяцев, по-моему, до 3 лет Ну и, конечно, она знает много о детях, которые старше, ее дочке уже 17 лет И она там 18, и она в этом году поступает в АВГИК в Москве, я думаю, она поступит То глупо не воспользоваться случаем и не спросить Лена, какие бы ты рекомендации могла дать нашим зрителям по воспитанию таких малышек? То есть, что наиболее актуально, как ты думаешь? Ну, вообще, очень часто я сталкиваюсь с тем, что родители, у которых появляются малыши У них, естественно, появление детей связано с какими-то их собственными ожиданиями Когда они хотят, чтобы детки как-то себя проявили и реализовали то, чего родителям не удалось сделать в свое время И вот в этом смысле есть такое понятие Иногда сталкиваешься с тем, что у родителей завышены ожидания от своих детей И вот, как бы, ну, можно для начала хотя бы предложить родителям Оценить, на сколько бы баллов они хотели Ну, вот, например, максимум 10, да Насколько должен быть развит их ребенок Ум, допустим, в пределах 10 баллов, да Общительность, эмоциональность и здоровье То есть, вот, предлагаю родителям подумать на этот счет Ну, и, наверное, в конце мы скажем, да Что означает, как бы, 10 баллов, 5 баллов и так далее Да, поэтому будьте внимательны, смотрите нашу программу до конца И вы узнаете не только о вкусных, пошированных грузах Но еще немного о психологии детей Нам надо всю начинку, значит, в некоторую емкость сложить Чтобы залить сливками и немножко добавить сахару Ну, я думаю, что нам даже половину столовой ложки сахара нужно будет Потому что фрукты достаточно сочные и достаточно сладкие Чтобы нам не переборщить Так, я думаю, что вот столько будет достаточно нам Раз, два, три и четыре Четыре столовых ложки сливок предостаточно Чтобы был сок такой с сахаром Все это тщательно перемешиваем Теперь нам нужно сделать заливку Да, для этого вот эту мы мисочку возьмем Так, и, кстати говоря, нам надо обжарить кунжут обязательно Вообще, вместо кунжута можно использовать еще арахис То есть тоже его обжарить Потому что, ну, как бы он всегда есть под рукой То есть можно использовать Либо семечки подсолнечника То есть тоже уже готовые, они продаются Сливки четыре ложки И теперь, значит, мы добавим сюда сухих сливок Они будут выполнять функцию вяжущего такого Мы это все сейчас хорошо перемешаем Так, и тут у нас все без сахара Значит, мы сейчас этим делом Зальем груши наши, каждую в отдельности И посыпем сверху кунжутным семенем И отправим в духовку Ну, пока наши груши запекаются благополучно Мы попробуем определить Как же у нас там получился тест На предмет ожидания от собственного ребенка По опыту могу сказать, что родители Очень часто ставят по всем понятиям И умственное развитие, и общение, и эмоции Ставят 10 баллов Ну, еще может так быть, что, допустим, общительность Или эмоциональность они поставят где-то посерединке Это логично То есть никто из нас не хочет, чтобы дети были Излишне эмоциональными Логично иметь 10 баллов в здоровье А вот то, что касается познавательных, умственных способностей Развития этих способностей То, в общем-то, на 10 баллов То есть на 100% Никто не может быть таковым Поэтому вот здесь стоит разумно относиться К тому, насколько ребенок может быть стопроцентным Стопроцентных людей не существует Ну что, наступил час икс Достаем наше блюдо коронное Блюдо у нас получилось очень аппетитное Аромат невероятный, фруктовый Я думаю, что можно приступать Вообще нет слов Такая вкуснятина Аромат такой необыкновенный Сливки, кунжуты Все это вместе сочетается Я думаю, что иногда можно порадовать себя таким блюдом Для нас любимых это очень хорошее блюдо Получилось, как всегда, очень вкусно Я хочу сказать, что это получился не просто десерт Такое очень благородное блюдо Как, в общем-то, и вся вегетарианская кухня Она очень благородна по своей природе Потому что только вегетарианские блюда Они могут принести людям настоящее счастье Благородство и умение сострадать другим Вегетарианская кухня Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова